Астраханская область, как и вся страна, столкнулась с проблемами кризиса. Тем не менее, многие экономические показатели 2014 года остались на высоком уровне. Об этом говорится в статистике Министерства экономического развития. Темпы роста валового регионального продукта по итогам прошлого года в три раза превысил аналогичный средний показатель по России. На расширенной коллегии Минэконома губернатор постановил задачу определить новые принципы привлечения инвестиций в регион. Подробности в нашем репортаже. Количество предпринимателей Астраханской области в 2014 году вырос на 557 человек, а внутренний региональный продукт вырос почти на 2%. Положительные экономические показатели область показывает даже в кризисный период для страны. Александр Жилкин поставил задачи по поиску новых принципов привлечения инвестиций. Нам предстоит преимущественно отбираться в настоящий момент на собственные силы и ресурсы, в том числе финансовые. Но с другой стороны, наш регион имеет серьезные геополитические, такие дипломатические преимущества, то, что мы с вами последние 10 лет активно развивали. Иран, Индия, Китай, государства Средней Азии – зона внешних экономических интересов Астраханской области. Вместе с тем губернатор подчеркнул, что регион не намерен отказываться от взаимодействия с европейскими странами. Министерство экономического развития разрабатывает проект, где на тысячи гектарах будут созданы 13 тысяч рабочих мест. Объем планируемых инвестиций – почти 17,5 миллиардов рублей. Одним из ключевых направлений работы министерства стала политика снижения инфляции и сдерживания роста цен, особенно на продовольственные товары. В 2014 году было организовано более 320 торговых площадок, на которых реализовано более 19 тысяч рублей сходительных продукций на общую сумму – более 600 миллионов рублей. Только на территории города Астрахани организовано 12 ярмарок выходного дня, на которых основными поставщиками являлись местные товаропроизводители. В результате население нашего региона получило возможность покупать продукцию на 10-15% ниже средней цены. Элина Полянская отметила, что в скором времени планируется создание универсальной ярмарки выходного дня в районе 3-го Юго-Востока, где будут представлены товары местного производства.